Неофициальная столица южного берега Крыма, входящего в топ лучших курортных регионов России. Лучше Ниццы, несравненно чище ее. Так писал Чехов в своем письме, находясь во Франции на Лазурном берегу. Мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса самого длинного троллейбусного маршрута, протяженностью аж 96 километров. А также здесь снимался сюжет из фильма Иван Васильевич меняет профессию. А Степан Лиходеев из знаменитого романа Булгакова «Мастер и Маргарита» магическим заклинанием «Брысь» был телепортирован в этот небольшой, но удивительный городок на берегу Черного моря. Всем привет, мы на канале Таймзона, я Анастасия, и мы начинаем. Продолжаем наш тур по Ялте, и далее нас ждет увлекательное путешествие. И сегодня я полечу на настоящем космическом корабле, там же попробую блюда высокой кухни Роскосмоса, заглянем в необычный музей восстановленных автомобилей, покажу в каком заведении на набережной можно с кайфом провести время и где найти недорогую гостиницу с видом на миллион. И не забываем про правила нашего канала, где пятерых победителей определяет генератор случайных чисел в следующем выпуске. На всем протяжении программы мы запрятали цифры, твоя задача собрать их в том порядке, в котором они идут, сложить из них время и прописать его в комментариях вместе с текстом. Таймзона, время на часах. Но будь внимательен, цифры могут оказаться в самых неожиданных для тебя местах, к примеру, как здесь. Всем, кто верно выполнил условия игры, будет присвоен код, а после публикации видео с рандомным розыгрышем победители получат на карту по 1 тысяч рублей в течение первых суток. А по достижении 100 тысяч подписчиков в спецвыпуске будет разыграна мега крутая путевка на двоих в одно из самых лучших мест нашей страны. Все понятно? Ну тогда время пошло. История Ялты начинается еще до нашей эры. Согласно археологическим находкам, в районе пятого века здесь жили тавры. По истечению нескольких веков на территорию переселяются греки и, по легенде, после долгих скитаний греческих мореплавателей при виде берега они радостно закричали «Ялос», что в переводе означает «берег». Так и повелось. Впоследствии Ялос трансформировался в елиту, что означает «прибрежное». Сердце южного берега Крыма расположено примерно на одной географической широте с такими известными итальянскими городами, как Генуя и Равена. А солнце здесь светит в среднем 2250 часов в году или 225 дней и это примерно столько же, сколько на знаменитых средиземноморских курортах Ниццы, Каннах и других. 20 января 1921 года Ялту переименовали в Красноармейск, однако всего через полгода историческое название вернули обратно. А в 1867 году писатель Марк Твен в числе первых американских туристов побывал в Ялте в гостях у императора Александра II. К моменту получения Ялты статуса города численность жителей этого маленького рыбацкого поселка насчитывала всего 130 жителей. Ну а мы сейчас немного отдалимся от Ялты на 50 километров, но это место тебя точно удивит. Если ты меня спросишь, где можно необычно отдохнуть в Алуште так, чтобы прям вот запомнилось, а если еще с детьми, то вообще супер, то я тебе скажу, в музее и отеле Страш Империи. Открыв дверь гостиницы, у нас был шок. Я ожидала, конечно, некое космическое пространство, но не в таких масштабах. Каждый угол помещения продуман до мелочей и четко выдержан в концепции космического корабля. Это прикольно, это необычно, это восхищает. Помимо роботов и современных технологий, тут собраны породы и метеориты, макеты космических кораблей, фотографии космонавтов и летчиков Советского Союза и штурманские часы, подаренные Юрию Гагарину по окончании летного училища. Страш Империи, как я уже говорила, это музей-отель, поэтому сюда можно приехать и не останавливаться на ночь, а просто на экскурсию. Здравствуйте, меня зовут Николай. Мы рады приветствовать вас на борту космического корабля Страш Империи. Для дальнейшего передвижения по космическому кораблю нам нужно проверить вас, инопланетяне вы или нет. Как это будет происходить? На стене у нас висит пулемет, вот турелька такая. Когда вы нажмете вот эту кнопочку и посмотрите в одну из этих камер и приложите левую ладонь, если она будет стрелять, значит вы инопланетяне. А что будет, если я инопланетянин? Тогда мы вам уже потом расскажем, что с вами будет. Мы посадимся инопланетянами. Так, все, можно прикладывать? Да, кто первый, да. Я первая, я хочу левую руку, да, надо прикладывать? Да, 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 левую руку. Нажмите кнопочку сначала. Так, кнопочка вот эта, да? Да, да. Сейчас узнаем, инопланетянин я или нет. Так. Я вас поздравляю, вы человек. Супер! Там скажут вверх, смотрите. Все хорошо, ничего страшного, что за светит. А, вот видите, все хорошо. Ага, тоже человек. В этом отеле не номера, а каюты. И открываются они очень необычным образом. У нас здесь код, но вводим мы его с внутренней части ручки. Толкаем дверь от себя и на себя открываем. Вот такая необычная каюта. Здесь есть санитарный блок, кровать, шкаф и куча телевизора. И даже вид на Луну. А на полу у нас находятся проекции ракетных, которые наступают, и они взрываются под ногами. Вот это вот инопланетянин-то стоит, или... Мы напрямую сотрудничаем с Роскосмосом и заказываем у них настоящее космическое питание. Короче, я купила себе шаурму с курицей и компот из сухофруктов. Я не знаю, как это вообще едят, если честно. Это у нас шаурма. Дионизированная вода. Привет, земля. Так. Влажная салфетка. И... Это у нас космогрелка. Ее надо... А, нет. Вот. Сюда мы должны засунуть наш тюбик. Полный. Шаурму. Да, шаурму. И добавить воды. Эту воду надо добавить, получается. Через 5-10 секунд начнется выделение тепла. Короче, идем в раковину. Для воды... Блин. Я не туда тубу засуну. Тубу надо вот сюда, хвостом вниз. Ну, для дураков же написано. Так, а сюда воду. Да ешкин кот. Все аккуратно открываем. Так. Вот так делаем и так положим. Она бурлит прям? Попробуй, горячая, нет? Ай, на кипяток. А сколько надо держать? Блин, а инструкция-то не на нем. Инструкция-то не на этом пакете. Вот перевод. Сам такой. Так, пока она разогревается, надо же компот еще. Как же без компота-то? А-а-а, ледяной тюбик. Не поняла. А что, его не надо разогревать? Все, что ли? Будем пить холодное? А я додумала. Ну и ладно. Так, все. Что у нас там, прошло 4 минуты? Вытаскиваем наш тюбик. Протираем влажной салфеткой, которая у нас в комплекте идет. Все, я уже близка к тому, чтобы съесть шаурму. Каши-шаурмы. Ты что, тебе туда оролся приходишь? Вообще больше похоже на пюрешку с курицей. Сейчас покажу, как выглядит шаурма в тюбике. Официант, тарелочка у меня, пожалуйста. Ну, какая у нас тарелочка? Необычная. Ну, как шаурма. Не знаю, как похожа она по внешнему виду или не очень. Но по вкусу слегка напоминает. Ладно. Хочу запить. Супер! Классный компот. Как домашний. Посмотрим, какой компот. Ничего необычного. Обычный компот. Не желе. Просто жидкость. Я беру шаурму. И компот. Обед космонавта. Мне понравился. Мы тут с командой таймзоны посовещались и решили разыграть среди вас тот самый набор еды, который я и ела. Шаурма с курицей и компот из сухофруктов. Пишите в комментариях, что с вами приключилось с самого необычного в отпуске. И в следующем выпуске мы определим победителя. Резюмирую. За сутки пребывания в этой гостинице мы круто провели время, что и вам советую. Подарю! Более полувека назад, в далеком 67-м году, состоялось открытие канатной дороги Ялтогорка, на которой можно в буквальном смысле слова почувствовать себя птицей и пролететь над крышами домов самого сердца города. Стоимость проезда в обе стороны по 500 рублей с человека, но если есть желание спуститься самостоятельно, то сэкономить можно ровно половину. Мое мнение, что подняться на транспорте из прошлого и посмотреть на Ялту совершенно с другой стороны, однозначно стоит. И самое интересное, что внизу, прямо под тобой, старые дома, заброшки, деревья, прорастающие прямо из крыш. И от всего этого у тебя сносит крышу. С одной стороны видны все недочеты города, а с другой его потрясная атмосфера. Ну а поднявшись наверх, увидели музей авто, и естественно мы туда сейчас заглянем. Добрый день! Здравствуйте! Слушайте, у вас тут так здорово зашла, прям к вам не знала, что тут есть такое. Да, а вот мы тут существуем уже пятый год. У нас за все это время собралась вот такая коллекция автомобилей, а вообще у нас своя мастерская. Мы сами эти машины восстанавливаем, сами их строим и какие-то даже сами полностью проектируем. Музей основан нашей мастерской, называется Рота Рот Кастом. Это Родстер Шарк. Мы ее строили практически пять лет. И вы не поверите, эта машина когда-то была обычной ГАЗом 20 Победа. Волга! Нет. Волга? Это чуть-чуть другое. Нормально. Волга это чуть-чуть другое. А ГАЗом 20 Победа, она стоит тут за вашей спиной, вы можете на нее посмотреть и найти либо 10 отличий, либо хотя бы 5 сходств. А вот чуметь, ребятки, я хочу уже к вам. Что было переделано? У нас осталась база от Победы, то есть основа несущего кузова у нас лежит ГАЗом 20 с ее вот этим вот толщинным неубиваемым металлом. Сверху дизайн кузова, собственно, с того же кузова Победы был полностью перестроен вот в такой вот шарк. Дизайн и конструкцию разрабатывали самостоятельно. Причем все это тоже из металла. Это все Победовский металл. Эта машина не раз побеждала на автомобильных выставках, она не раз побеждала в разных автомобильных соревнованиях по дизайну и по кастомайзу. Она у нас кабриолет. У нас открывается крыша. А под капотом у нас 300-сильный мотор от Мерседеса. Ух ты ж как! Три, шесть рядная шестерка. Да, да, да. Это просто запихали вот винитаем. С кайфом. Коробка автомат от Мерседеса и система АБС в тормозах от того же самого Мерседеса. Помимо полностью кастомных проектов, самодельных, так сказать, наш музей еще все-таки насчитывает автомобили серийного производства. В основном это американская классика. Автомобиль вот с 60-го года марки Cadillac De Ville Coupé. В 1962 году Элвис Пресли такой Cadillac со своей коллекцией подарил своему дворецкому. У этого дворецкого эта машина пробыла до 2006 года, где потом с аукциона ушла за 21 тысячу фунтов стерлингов. Сейчас эта машина находится в частной коллекции. А может быть, это она. Автомобиль полностью соответствует оригиналу в 60-м году. И решетка, и фары, и сиденья. Но, конечно же, машина полностью с перешитым салоном. Она полностью со свеженной краской. Да, конечно, здесь уже перебранный двигатель, коробка передач, которая, кстати, в 60-м году была автоматической. Помимо, конечно, красивых классических автомобилей, есть еще киногерои. У нас есть полицейская академия, у нас есть Баблби из трансформеров. И у нас есть замечательный автомобиль, который принимал участие в фильме «Рыцарь дорог». Причем здесь очень интересная комплектация у него. Это одна из самых дорогих версий этого автомобиля. И еще, что интересно, знаете, есть истории, когда автомобиль называют капсулой времени. Он, допустим, где-то долго стоит в гараже, он пылится там, и потом его кто-то достает, как золото, и восстанавливает. Так вот этот автомобиль такой. До 2011 года, с 91-го, пылилась в гараже. Ух ты, она навье фактически. Она навье. В ней нет даже 100 тысяч километров пробега. У нее полностью сохранился оригинальный салон. А комплектация этого автомобиля – это Pontiac Firebird GTA Trans AM Targo. Салон у него сделан из велюра. У него велюровые кресла, с кожаной обивкой торпеды. У него подкачка сидений. Это уже было в 89-м году. Мультирулевое колесо. Также в этом автомобиле стоит двигатель 5,7 литра на 330 лошадиных сил, а также 4-х скоростная коробка передач. Забирать, так что давайте упаковывать. Ну, конечно же, так как у нас музей все-таки автомобильного искусства, мы отдаем дань уважения хот-родам. Хот-роды – это самые первые автомобили, которые считаются кастомными проектами. Их собирала еще молодежь в 30-е годы. Из того, что находила на автосвалках, в гаражах, или просто собирала по друзьям и знакомым. Поэтому они выглядели без капотов, без крыльев, без бамперов. То есть самая главная задача хот-рода – чтобы он ехал. А появилось это замечательное занятие, как кастом и переделка автомобилей еще с американских самогонщиков, так называемых бутлегеров, которые гоняли по штатам нелегальный алкоголь. Ну и вот, собственно, у нас тоже есть такой хот-род. Если я, например, сейчас заработаю огромное количество денег, могу я к вам приехать и вы мне сделаете что-то максимально необычное? Ну, по вашему желанию, конечно, обращайтесь. В принципе, да. Любой каприз за ваши деньги. Любой каприз за ваши деньги, да. Очень интересно, мне безумно понравилось у вас здесь. Обязательно приеду в следующий раз. И за тачкой обязательно зайду. Конечно, обязательно, пожалуйста. До свидания. А меня уже ожидает персональный транспорт красного цвета, и мы спускаемся на набережную Ялты. А пока ехали, я думала, тачки – это, конечно, классно. Но в Ялте лучше гулять пешком. За 10 дней пребывания в этом городе самым неприятным моментом было отсутствие парковок. И это при том, что высокий сезон нас к тому времени еще не настиг. Однако побегать под палящим солнышком нам все же посчастливилось. Поэтому, если планируете отдых в Ялте, пешие маршруты вам обеспечены. В конце 19 века на набережной Ялты возникли знаменитые торговые ряды купца Стахеева. Это был настоящий шедевр архитектуры, возведенный всего лишь за один год с момента начала строительства. Позднее, в советское время, ряды превратились в легендарный гастроном номер один. И вот в наши дни здание бережно отреставрировали, сохранили первозданный вид, обрамив в лаконичный дизайн. И открыли потрясающий ресторан. Гастродвор на набережной – это место, где история и современность соединились воедино. В действительности, расположение ресторана в одном из самых известных старинных зданий на Ялтинской набережной уже дает тебе возможность ощутить на себе дух Российской империи, проникнуться атмосферой с советского времени и насладиться изящным дизайном современности. Но в одноэтажной анфиладе из 12 магазинов. В 1903 году состоялось еще и открытие продуктового магазина, владельцем которого стал Жан-Пьер Кюба, легенда мировой кулинарии и управляющий кухней у трех императоров Александра II, III и Николая II, а также владелец ресторана собственного имени в Петербурге, который был одним из самых роскошных и знаменитых заведений конца XIX и начала XX веков. Даже Антон Чехов 4 марта 3 года написал своей жене «Милый мой Дусик, у нас в Ялте торжество». Открылся магазин Кюба, настоящего питерского Кюба. Стены ресторана «Гастродвор» таят в себе невероятные исторические события, к которым в буквальном смысле слова можно прикоснуться, пропустить через себя и, возможно, ощутить нечто такое, что сокрыто для большинства. С историей заведения уже более-менее понятно, а значит, можно переходить к его вкусной части. И сейчас управляющий рестораном приготовит для меня два потрясающих коктейля. Итак, добрый день. Наш напиток на аперитив – это итальянский беллини. Беллини – мировая классика. Чем славнее сабеллини? Это в первую очередь каждая хозяйка в любом баре, в любом доме делает свое домашнее персиковое пюре. Но мы в Крыму, у нас сладкий крымский персик, а это летнее, это освежающее, поэтому мы сделали свое домашнее. Мы пошли чуть дальше, мы поработали с бокалом, немножко усложнили, сделали еще, во-первых, он красивый, а во-вторых, это сорбет из свежих персиков. Ну и начнем готовить непосредственно наш беллини. Естественно, просека. Немного просека в наше пюре. Самое главное, очень хорошо это все перемешать, чтобы домашняя пюре стала прям таким мягким, шелковым и насытилась полностью игристым. Добавляем. И еще немного. Итак, теперь в наш красивый бокал с сорбетом. На гарнировку у нас пойдет домашний сорбет на основе игристого и абрикосов с персиком. И немножко самого персика. Хорошо, ваш апельсин в Белине, но в крымском стиле. Мы находимся в Крыму, поэтому у нас локальный крымский копченый негрони. Что же мы сделали? Мы взяли традиционный негрони, взяли курагу, чернослив, знаменитый крымский инжир, взяли специи крымские. Все это настояли в течение пару суток, закоптили и получили вот такую жидкость. Ну а мы пошли маленько чуть дальше. У нас сама площадка. Это соединение двух эпох, эпох царской и советской. И тут, наверное, самый лучший символ Советского Союза это граненый стакан. Всегда всем рассказывают истории, в чем же на самом деле его смысловая нагрузка граненого стакана. Ну, во-первых, он стал появляться массовым после войны, когда ничего не было. И он был в каждой семье. Везде был граненый стакан. И он стал реально символом надежности. И придумывался не просто так. На самом деле у него количество граней соответствует количеству советско-социалистических республик. А вот верхняя большая толстая окоемка, это как раз и есть Советский Союз. И все республики входит в Советский Союз. Это был символ Советского Союза, поэтому подать в нем на наш крымский негрой, на наши площадки, это самое то. Итак, давайте сначала добавим немножко эффектов. Мы маленько добавим копчености. Щипа тоже это крымская вишня. Прокопим его в стакан. Добавим наш домашний лед, который мы делаем сами. Непосредственно наш негрони. И последний момент, это домашняя пена на основе копченого чернослива. Ну и теперь еще есть тоже маленькая отсылка к Советскому Союзу. Если мы внимательно посмотрим на бокал, он напоминает бокал пенного с отстоем пены. Помните такое было? Ждите отстоя пены. Пожалуйста, это ваши крымские негрони, копченые и копченые в черносливку, араганную гарнировочку. Начнем мы с закуски. Для вас. Томас со стречтелой и мороженым из песта. Стречтелла как будто бы отсутствует, но на самом деле она у нас внутри томата. Сделаем надрез и полюбуемся, что у нас там скрывается. Наивкуснейший салат. Руккола креветки. Где у нас выкладывается на подушку и шпината, и рукколы стречтелла. Из собственной сыроварни, с тигровыми креветками обжаренными, ялтинскими томатами. Все это заправлено белым бальзамиком, цитрусовой заправкой и немножко приправлено чемчужным ялтинским луком. Вы покорили мое сердце. Три, три, два, раз! Попробуем! В прошлом выпуске я проживала в отеле 5 звезд с потрясающим видом. А в этом была поставлена задача найти более бюджетный вариант, но такой, чтобы вид из номера был не хуже. И мы таки отыскали такую гостиницу. Это вилла Виктория. Расположена она в поселке Мисхор, и цена за сутки стартует от 2,5 тысяч рублей в зависимости от сезона. У нас здесь есть ванна, шкаф, кухонная зона, где есть, в общем-то, все. Зеркало для девочек, стол, где можно отобедать, ну и, естественно, балкон просто с шикарным видом. Сейчас я его и покажу. На территории отеля есть свой ресторан, выполненный в морской тематике, где помимо спасательных кругов, весел и прочей атрибутики корабля, имеется еще и настоящий самовар с баранками, пленочный кинопроектор и старинный угольный утюг. Выглядит это все максимально прикольно и необычно. Для любителей итальянской кухни в меню можно найти пасту, а если заказать пиццу, то для вас ее приготовят в настоящей дровяной печи. Но и без мангала для шашлыка тоже не обошлось, так что любые пожелания гостя уже учтены заранее. Есть своя парковка и то, что порадует каждого родителя, с детками работает аниматор. Своя зона отдыха с бассейном и шезлонгами, а также сауна, рассчитанная на восьмерых человек, где можно попариться, выпить чай с травами и занырнуть в холодную купель. Ну а мы сюда приехали за живописными рассветами и закатами. До моря от гостиницы всего 300 метров и из окна открывается замечательная картина на побережье Мисхора, парк и бескрайнее Черное море. Именно по этой причине балкон превращается в настоящий центр притяжения, где за бокальчиком игристого ты уже не замечаешь времени, а просто наслаждаешься моментом. Субтитры создавал DimaTorzok Ялта Ялта За 10 дней отдыха в Ялте я в нее влюбилась. Город без границ, где живут добрейшие местные жители, где у набережной есть душа и где дышится легко и свободно. Это Ялта. Это наша страна. На этом наш отдых в Ялте заканчивается. Ну а мы едем дальше путешествовать по Крыму. Поэтому не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи! Делаю отбор, послал время в комментариях к видео про Ялту. И у нас 22 человека, которые участвовали в предыдущем розыгрыше. С помощью генератора случайных чисел сейчас определим пятерых победителей, которым на карту прилетит по 1 тысячу рублей. Итак, первый номер у нас 17, второй, 15, третий, 9, четвертый, семерка и последний номер 19.